Седьмой ряд, шестнадцатый, пятнадцатый. Длинные очереди за билетами. Такого ажиотажа в кинотеатрах не было давно. Узнав о долгожданной премьере фильма Кэмерона «Аватар. Путь воды», барнаульцы ринулись штурмовать кассы кинотеатра. Онлайн-бронирование этого фильма под запретом. Первый «Аватар» я смотрел с большими глазами, потому что это в новинку было. И вот спустя 13 лет по-любому жить будет лучше, потому что графика не стоит на месте, она идет выше. Да и тем более за 13 лет снимок можно такого наснимать, что это просто фурор мировой будет. А последнее, что дельное, смотрели в кинотеатрах? Очень давно были в кинотеатрах, и вот решили даже сходить, потому что такое грандиозное событие, можно сказать. Сколько месяцев лет назад? Наверное, полгода назад. А когда «Веном» выходил второй? А я не помню. Вот когда «Веном» второй выходил, только тогда ходил, и все. Мы решили сходить, чтобы не ждать премьеры на телевизоре. Прежде всего для вас этот фильм – это что? Мне не знаю, просто нравится. Это наша семья, потому что именно он сплочал нашу семью каждый год 1 января, когда мы его показывали по телевизору. Премьера первой части главного фильма 21 века стартовала в далеком 2009-м. Лишь в прошлом году мир увидел продолжение, оценили новинку все страны, кроме России. Санкции не позволили нашим соотечественникам посмотреть голливудскую ленту. Однако уже в конце декабря крупные российские кинотеатры начали показывать второго «Аватара». Несмотря на то, что прокатное удостоверение фильму не выдавали. Причем ценник на новинку кусается. В Варнауле 400 рублей за обычный сеанс, 1000 за ВИП. Но люди готовы платить такие деньги на премьере «Аншлаг». За моей спиной десятки жителей краевой столицы, которые пришли на долгожданную премьеру фильма «Аватар». Мне билета пока не досталось, но, надеюсь, выходные я тоже буду в их числе. Если в день премьеры и был ажиотаж, то, скорее всего, не сравнится с тем, какой будет в эти выходные дни. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком.